Внимание пилотов привлекло яркое свечение над территорией Карелии. Летчики сразу смогли определить, это не атмосферное явление. Но тогда что? В небе над Советским Союзом повисло огромное оранжевое облако. В следующее мгновение яркая вспышка ослепила экипаж. 20 сентября. Доклад летчиков об увиденном сразу передали в распоряжение спецслужб. Наутро западные дипломатические ведомства буквально атаковали МИД СССР запросами о случившемся. От Советского Союза требовали объяснений, обвиняя в испытаниях нового мощного оружия. Но Москва хранила молчание. На тот момент ни военные, ни спецслужбы сами не обладали информацией о том, что же произошло ночью 20 сентября в небе над Карелией. В распоряжении программы «Тайны мира» оказались материалы расследования из архивов Министерства обороны. На этой папке долгое время стоял гриф «Совершенно секретно». Эти фотографии были сделаны советскими военными ночью 20 сентября 1977 года в Петрозаводске. На них отчетливо виден сигарообразный летательный аппарат. Объект окружен светящимся силовым полем. По словам очевидцев, странный предмет на некоторое время завис над городом, а потом исчез, оставив после себя сильнейшую световую вспышку. Город залил яркий свет. Стало светло, как днем. Это явление было очень долго протяжу. Было очень много различных световых вспышек, сполохов. В секретном отчете военного ведомства сообщается о том, что около 4 утра в небе над городом вспыхнула огромная звезда. От нее исходил яркий красный свет. Летательный аппарат медленно двигался над Петрозаводском, посылая дождь из тончайших световых струй. Пик световых вот этих явлений, интенсивности Петрозаводского феномена был достигнут в 4 часа 20 утра. А само это явление продолжалось около 6 часов, с 2 часов ночи и фактически до рассвета, до утра. На утро многие жители Петрозаводска обнаружили в окнах своих квартир ровные круглые отверстия. Это хорошо видно на фотографиях из военного архива. Расследовать произошедшее прибыли сотрудники специального отдела Министерства обороны. Мы тоже не знали, что это происходит. У нас тоже эти наблюдения велись, да, тоже не могли дать научное или как просто даже разумное объяснение. На следующий день в советских газетах вышла заметка о том, что ночью 20 сентября жители Петрозаводска стали свидетелями запуска искусственного спутника Земли «Метеор-2». Вся эта работа, она была с грехом секрета. Поэтому, как говорится, не от общества скрывалась, а это внутри ведомства, чтобы не селить какую-то панику. Газетная утка была лишь первой частью плана. В Министерстве обороны началась напряженная работа. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев требовал вразумительного объяснения произошедшему. Неопознанные летательные объекты наблюдались и ранее, но этот случай был уникален. Очевидцами НЛО стали десятки тысяч жителей Карелии одновременно. В Мурманске видели, и даже на Урале, и в Оренбурге. То есть получалось, что это явление было глобального характера. Никак запуском спутника его объяснить нельзя. Специальная комиссия Министерства обороны вернулась из Петрозаводска. Отчет лег лично на стол генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. У Леонида Ильича на даче, в застолье, они смотрели эти бумаги и обсуждали. Брежнев внимательно рассмотрел принесенные фотографии, сделанные очевидцами. На десятках снимков было запечатлено то, что видели жители Карелии. Летательный аппарат необычной формы. Проявление этих объектов самое разнообразное. Начиная от каких-то светящих цветочек в ночном небе, светящих шаров разного размера, кончая дневными наблюдениями сигар, дисковидных аппаратов. Генеральный секретарь был поражен увиденным. Он распорядился создать специальную группу. В нее вошли как ученые из Академии наук, так и сотрудники Министерства обороны. Цель была сформулирована предельно четко. Вплотную заняться аномальными явлениями, подобными тому, что наблюдали советские граждане в небе над Петрозаводском. Вся страна практически была превращена в сплошной центр слежения за НЛО. Потому что во все воинские части были разосланы инструкции, предписывающие, каким образом нужно следить за НЛО, что при этом нужно фиксировать и в какие воинские части передавать собранную информацию. Во все войска было направлено распоряжение. В каждой воинской части был назначен ответственный офицер. В его обязанности входил сбор информации об НЛО. В случае обнаружения неопознанных объектов или любых других явлений, выходивших за рамки обыденного, бойцы части должны были немедленно рапортовать своему начальству. И они делали опросы, протоколы, фотографии. Если могли фотографии, обычно зарисовки делали. Потому что даже возили с собой художника, который, по крайней мере, очевидцев, иногда более десятки, он просто делал эти зарисовки тех или иных явлений, объектов. Этот рисунок был сделан младшим сержантом одной из воинских частей Горьковской области, Михайловым. Он никогда не видел фотографии НЛО, сделанных в Петрозаводске. И тем более не общался со свидетелями. Но сравните, как похожи эти объекты. Я бы сказал так, что, скажем, 95% случаев это случаи естественного проявления. Какие-то природные аномальные явления. Но есть часть случаев, которые просто не объясняются. И, видимо, их можно списать на то, что нас посещают какие-то пришельцы, будем так говорить. Это вполне реально. Менее чем за год специально созданный комитет Министерства обороны буквально завалили многочисленными свидетельствами об НЛО. Тысячи военнослужащих по всей стране вели эти наблюдения. Полученная информация тщательно анализировалась. Некоторые очевидцы утверждали, что они пытались выйти на прямой контакт с пришельцами. Но ухитрились даже жестами обмениваться с этими объектами. То есть, например, человек разводит в стороны руками, объект сжимается от вертикальной плоскости. Вот так поднимают руки, объект вот так вытягивается тоже. Сигналили, значит, им фонариком. Те тоже отвечали вспышками, сигналами. Но не всегда попытки военных наладить контакт заканчивались так безобидно. Нередки были случаи, когда НЛО в ответ применял сверхмощное оружие. В 78-м году, когда наши военные пытались осветить неопознанно летающий объект прожектором, тот в ответ ответил своим лучом. И впоследствии военные обнаружили, что не только прожектор и сковерка, но и на бетонном основании остались прожженные канавки глубиной 10 сантиметров. Во избежание подобных инцидентов в Министерстве обороны разработали специальную инструкцию на случай встречи с НЛО. Что можно и что нельзя делать. Какие меры безопасности принимать в чрезвычайной ситуации с участием пришельцев? Не вступать ни в какие контакты, не препятствовать пролету, перелету, не оказывать противодействия этим объектам, поскольку они еще не изучены, неизвестно, чем может ответить. Сам факт существования подобной инструкции уже означал то, что советское правительство признало существование НЛО. Аномальные явления НЛО, проявляющиеся в виде НЛО, они действительно реально существуют в природе. И в связи с этим был сделан вывод, что на будущие годы, на десятилетия, эту работу необходимо продолжать. Полковник Александр Плаксин сейчас ведущий специалист Министерства обороны по проблемам аномальных аэрокосмических явлений. В 1979 году ему, выпускнику военной академии имени Феликса Держинского, предложили принять участие в создании сверхсекретной программы под кодовым названием «Сетка». Планировали за Аркадем поймать вот этот объект или это явление. И поэтому было придумано такой шифр «Сетка». На создание секретного проекта правительство выделило колоссальную по тем временам сумму – 40 миллионов рублей. Это годовой оборот завода «АвтоВАЗ» в 1978 году. В дальнейшем финансирование увеличат еще в шесть раз. Такие средства тратились на исследование НЛО не просто так. Советское правительство преследовало конкретную цель – заполучить технологии пришельцев. Естественно, все это потом собиралось, анализировалось и на этой основе пытались воссоздать двигатели и летательные маневры НЛО в нашей авиапромышленности. Эта программа называлась «Нить». Для этих целей советские военные предприняли несколько попыток перехвата НЛО. На военных аэродромах всегда стояли самолеты, готовые взлететь по первой тревоге. Истребители были оборудованы специальной сверхчувствительной аппаратурой для слежения и захвата цели. Но на поверку выяснилось. Даже самые современные сверхзвуковые истребители не способны соперничать с летательными аппаратами пришельцев. Способности НЛО, которые могут летать не только в атмосфере, но и в гидросфере, моментально переходя, например, в океан, ныряя в океан, выныривая оттуда. А в некоторых случаях были сообщения о том, что они могут проникать даже и в Землю на полной скорости. Анализируя поведение НЛО, советские ученые хватались за голову. Таинственные летательные аппараты нарушали все мыслимые и немыслимые законы физики. По свидетельству очевидцев, НЛО были способны на долгое время зависать в воздухе, мгновенно ускоряться почти до скорости света и даже внезапно исчезать. Классическая физика, отдельные свойства, даже большинство свойств аномальных явлений НЛО описать сейчас не может, потому что они как бы... Это также законы гравитации, допустим, НЛО может менять гравитацию. А это, так сказать, современная физика не воспринимает. Но с еще более загадочным свойством НЛО столкнулись советские летчики, попытавшиеся к ним приблизиться. Многим опытным асам это могло стоить жизни. Согласно статистике, именно летчики сталкиваются с НЛО чаще всех. Благодаря их наблюдениям, сделанным в советское время военным удалось систематизировать разновидности инопланетных кораблей. Они утверждают, объекты бывают абсолютно разной формы. Это не только привычные всем тарелки, но и сигарообразные корабли. Встречаются даже огромные огненные шары. Разные по форме или цвету НЛО объединяет одно общее свойство. Оказываясь от них на близком расстоянии, самолеты попадают в аномальную зону, в которой с земной техникой начинают происходить необъяснимые вещи. Нередко такие встречи оборачивались трагедией для летчиков. То есть на них оказывалось воздействие как на самолетчика, так и, допустим, на аппаратуру, стоящую на борту. В основном это гирокоэмпас, там связь, допустим, и даже случай выключения двигателей в полете. Военный летчик-подполковник запаса Александр Копейкин столкнулся с этим явлением во время выполнения тренировочного полета над Краснодарским краем. На высоте более 6 тысяч метров у самолета внезапно остановились двигатели. Затем выключилась вся бортовая аппаратура. Самолет начал падать. И в этот момент Александр увидел, как мимо пронесся странный объект. Он был размером около 30 метров. Представьте себе, огромной такой сигарообразной формы, оранжевого цвета. Каким-то чудом Александру Копейкину удалось снова запустить двигатели и посадить самолет на летное поле. Позже осматривая машину, он столкнулся с необъяснимым явлением. Бортовой самописец, так называемый черный ящик, был выключен. Но как? Военные утверждают, отключить самописец невозможно. Пытались это объяснить, что это было возможно разумным каким-то действием. Каким образом? Она никогда не отключается. Она даже как-то зафиксируется в момент аварии. Какие-то параметры полета. С какой невиданной силой мог столкнуться самолет летчика Александра Копейкина? Для самого пилота ответ на этот вопрос очевиден. Виной всему стал неопознанный летающий объект. Вначале белая она была, потом, значит, оранжевая и красная, дымящаяся такое пламя. Меня больше всего удивило то, что это пламя заворачивалось и летело вместе с объектом. То есть не отлетало, как, допустим, реактивный двигатель и прочее, а вместе с ним летело. В 1979 году подполковнику Александру Копейкину, так же, как и полковнику Александру Плаксину, предложили место в секретном проекте «Сетка». На тот момент он проходил службу в Борисоглебском аэроузле в Воронежской области. Это место считалось у летчиков аномальным. По их утверждению, НЛО здесь бывало особенно часто. И, что было поразительно, в месяц пять-шесть случаев там наблюдений было. В обязанности Александра Копейкина входило наблюдение за аномальными явлениями в небе, а также организация перехвата НЛО. Подполковнику несколько раз удавалось приблизиться к странным объектам. И всякий раз он замечал, что НЛО будто окружено мощным силовым полем. Чем меньше было расстояние до объекта, тем более странные и необъяснимые вещи начинали происходить и с техникой, и с самим пилотом. При развитии этих аномальных явлений идут определенные виды излучения, которые вводят трансчеловека. Это прилет пришельцев или сигналы внеземного разума. И этим объясняются психофизиологические воздействия. Это еще одна фотография из секретного архива Министерства обороны. Она была сделана в подмосковном городе Долгопрудно в 1984 году, 15 мая. Здесь отчетливо видно, вокруг НЛО действительно образуется некая аура. Позже ученым удалось установить природу этого явления. Было доказано, что при возникновении таких явлений в основном присутствует плазма. Либо явления сами плазменный характер, либо они защищены плазменной оболочкой. По предположениям ученых, именно плазменная защита позволяет НЛО совершать такие немыслимые с точки зрения законов современной физики маневры. Подполковник Александр Копейкин не раз наблюдал этот феномен в действии. На высоте порядка 12 тысяч метров в нашу сторону, в сторону вот этой аномальной зоны, идет в район Новохоперска, со скоростью, по-моему, около 20 тысяч километров в час. Можете представить такую скорость? 20 тысяч километров в час. Это космическая скорость. В следующее мгновение загадочный объект резко сбросил скорость и начал снижаться. Произошло это, по утверждению летчика, всего за 9 секунд. Вот представьте, 20 тысяч километров в час, и потом остановился на месте. Ну, какой технический объект наш может земной так себе вести? Остановился, потом исчез. Недалеко от Бориса Глебского аэроузла находится так называемая Новохоперская природная аномалия. Летчики не любят это место. Говорят, что, пролетая над ним, ощущаешь мощную энергетическую волну, бьющую из-под земли. Многие связывают это с тем, что здесь проходит геотектонический разлом. Возможно, именно этим объясняется и тот факт, что над Новохоперской природной аномалией часто появляются НЛО. Это, если хотите, энергетические заправщики. Эти шары, они сборщики энергии с георазлома. Взяли энергию, подлетели к этому объекту. Не долетая до него, они разряжаются, передавая ему энергию. За несколько лет наблюдений у подполковника Александра Копейкина развеялись все сомнения. Таинственные гости прилетают именно сюда, на территорию Новохоперской природной аномалии. Он организовал в аномальную зону экспедицию, которую сам и возглавил. Около машин оставили мужчину с женщиной, чтобы никто не пограбил наши машины. А сами углубились в лес. Но не прошло и нескольких минут, как люди, оставшиеся сторожить машину, стали просить о помощи. По рации они сообщили, что приехали военные и угрожают арестом за проникновение на запретную территорию. Солдаты говорят, с ними майор был, который, значит, вот вы нарушили зону там секретную и так далее. А какая секретная зона? Мы там работаем. Кто это был? Откуда приезжали там и так далее? Значит, совершенно непонятно. То есть, как вот с неба свалились эти военные. После этого случая Александр Копейкин еще не раз пытался достичь таинственного места. Но всякая попытка заканчивалась неудачей. Словно что-то становилось у него на пути. Зона как будто нарочно не хотела пускать незваных гостей. Дело в том, что наиболее удаленные от Солнца планеты были известны еще древним шумерам. То есть задолго до официального открытия астрономами Средневековья близких и дальних объектов. И об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках, расшифрованные американским востоковедом Закарией Ситчином. Возраст табличек оценивается в 6 тысяч лет. Но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон, которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера. Более тщательная расшифровка шумерских аэроблифов позволила предположить, что упоминаемый Фаэтон взорвался. И взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой. При этом, при всем, Земля наша подверглась к какому-то, конечно, воздействию. Но она уцелела. Она не стала крутиться в другую сторону, не потеряла атмосферы. Жизнь на ней продолжала развиваться. Да, Земля не сместилась со своей орбиты, не перевернулась и не разрушилась. Но будет ли корректно утверждать, что действительно была некая планета Фаэтон, затем она разлетелась на куски, и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой? Известно, что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа. Она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени. Эпоха вымирания длилась почти 200 лет. Это сопровождалось сметающими все на свете смерчами, которые безустанно кружились по поверхности Земли. Есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события. Они присутствуют в осадочных породах океанических отложений, которые были сформированы в это время. Ученые предполагают, что причиной катастрофы стал астероид, имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров. Он с огромной силой врезался в Землю, и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли. Огромная туча этой пыли на несколько лет закрыла Солнцу доступ к земной поверхности. В результате внезапно наступившей тьмы прервался процесс фотосинтеза. Вслед за фауной стала гибнуть флора. Как следствие, все крупные животные вымерли. Но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад. А первые упоминания о планете Фаэтон появляются гораздо позже. И не только появляются, но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах доисторической эпохи. Значит, взрыв Фаэтона, если он был, видели разумные обитатели нашей планеты. То есть наши с вами предки. Видели и, возможно, переживали его последствия. Но какие? А что такое мифология? Мифология – это сакральная память, защищенная некими вот такими религиозными законами, которые запрещают... Один из мифов Древней Греции гласит. Был у бога Солнца Гелиуса сын по имени Фаэтон. Родила его Клемена, дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице. Гелиус пришел в ужас. Безумный, чего ты просишь? Сам великий Зевс не может править ею. Но Фаэтон ничего не хотел слушать, только молил отца исполнить его просьбу. Наконец Гелиус сдался. Фаэтон вскочил на колесницу. И кони помчали, и выпустил от страха вожжи. Почувствовав свободу, еще быстрее понеслись кони. То взобьются они к самым звездам, то, опустившись, несутся почти над землей. И тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету. Загорелись города, вспыхнул лес, вскипела вода в морях и реках. От жары стала трескаться земная твердь, и огонь проник даже в мрачное царство Аида. И воскликнула тогда Гея, богиня земли, обращаясь к Зевсу. О величайший из богов! Неужели должна я погибнуть? Неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси от огня то, что еще осталось! Зевс услышал мольбу Геи, грозно взмахнул рукой, метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей. Ее осколки были разбросаны по всему небу. В глубокой скорби бог Солнца Гелиус закрыл свой лифт и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь от пожара освещал Землю. И вот для тушения этого пожара Зевс вылил на Землю большое количество воды, из-за чего возник всемирный потоп, приведший к массовой гибели людей. Ну, дальше из легенды мы знаем, что осталось всего два человека из живых. Здесь, разумеется, очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов, с библейским всемирным потопом. Как известно, ни одна из легенд не рождается на пустом месте. И миф об огненной колеснице появился, скорее всего, после падения на Землю крупного небесного тела. Возможно, это был метеорит, который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории. Возможно, комета с длинным огненным шлейфом. Но не исключено, что это был осколок погибшей планеты. Той, что, по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам, находилась на орбите между Марсом и Юпитером. Но если эту третью версию принять как основную, то возникает вопрос. Кто мог определить, что это был осколок погибшей планеты? И кто дал ей имя? Фаэтон. Ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии. А может, это имя пришло с самого Фаэтона? Действительно, есть версия, что эта планета была обитаема, причем разумными существами, по облику и интеллекту сродни землянам. Только уровень цивилизации на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня. Вполне вероятно, что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве. Однако в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло. Возможно, война. Возможно, природная катастрофа. И тогда фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места. Ну, если теоретически допустить, что обитатели вот этой планеты Фаэтон, действительно разумные обитатели, обладали определенным технологическим уровнем, можно, конечно, допустить, что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты, некая их часть могла, в общем-то, эмигрировать, скажем так. Вот. И в частности, речь идет о том, что почему бы не допустить, что они могли эмигрировать на Землю, да? Если идти дальше по этой версии, то можно предположить, что место выбора убежища не было спонтанным. Обитатели планеты Фаэтон, скорее всего, знали о Земле, о ее атмосфере, гидросфере, климате и животном мире. Знали они и о людях. И, возможно, были с ними в контакте. Не со всеми, естественно, а с избранными. Возможно, что с потомками древних инков. И тогда получается, что рисунки на плато Наска в современном Перу – это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей-фаэтонян. Коллеги немецкого исследователя Эриха Деникина, того самого, который первый предположил, что Наска – это космодром, считают, что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю. Некоторые даже поселились на ней. Чтобы не привлекать к себе внимания, они стали жить по обычаям индейцев, удивив последних своими знаниями астрономии и прочих наук. Кстати, данное предположение вполне подтверждают апогрифические книги Еноха, где есть некое упоминание о посланниках с неба, спустившихся на Землю с определенной миссией. Это интерпретация как ангельские существа, называемые стражами, которые передали женам человеческим некие технологии, там про это буквально пишется, там список приводится, что конкретно передали, там ремесленное искусство, там искусство обработки металлов, ну массу всего, даже искусство утравления плода в частности. Более того, эти стражи вошли в физический контакт с женщинами, и, собственно, от них и пошли вот эти вот расы гигантов, которая была впоследствии уничтожена Вселенским потопом. При этом фаэтоняне не выглядели как классические пришельцы, рисуемые воображением писателей-фантастов. Вероятно, они практически ничем не отличались от нас, из-за того, что условия жизни на фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты. То есть резкого диссонанса между разумными обитателями Земли и гостями из космоса не наблюдалось. По данным некоторых астрономов, на осколках фаэтона, а ныне планетах-карликах, церере и палладе, до сих пор присутствует кислород и, главное, его производная – вода. Это значит, что фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами, гораздо более древними, чем земляне. Теоретически жизнь, похожая на земную, могла возникнуть на многих планетах Солнечной системы в разные периоды ее существования. Например, благоприятный период для возникновения жизни на Марсе был, как принято считать, многие миллионы лет назад. А теперь о самом главном. Что же все-таки произошло с фаэтоном? Каковы были причины гибели планеты? Есть несколько версий. Первая говорит о том, что фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел. Планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта, падавшего на Солнце. Орбита фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера, и все закончилось глобальной катастрофой. Вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в Солнечной системе. Некоторые исследователи считают, что фаэтон погиб в результате вулканической активности. Или всему виной стала центробежная сила, которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. Есть даже версия, что фаэтон просто наткнулся на собственный спутник. Но больше всего исследователи склоняются к предположению, что планета погибла в результате экологической катастрофы или ядерной войны. Или того и другого одновременно. Межэтнический и межконфессиональный распри достигли такого накала, что спровоцировали вселенскую бойню. В ход было пущено самое страшное оружие. Взрывы атомных бомб подняли над твердью и океанами черную радиоактивную тучу. А ударные волны стали раскалывать планету на куски. И когда фаэтоняне поняли, что это конец, они стали спасаться бегством на своих звездолетах. И единственным убежищем для них стала Земля. Правда, достичь ее удалось немногим. Разумеется, версия о когда-то обитаемой планете фаэтон очень красивая. Мало того, она очень назидательна, очень поучительна для тех людей, которые думают, что их действия экологические, военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными. То есть, если была какая-то планета, похожая на Землю, и эта планета исчезла, это лишний повод, я бы сказал, даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей Солнечной системе. В 1976 году в Устье Ангары на палеолитической стоянке древних людей археологи обнаружили бивень мамонта. Уникальность находки была в том, что на бивне красовался вырезанный кем-то узор. Изображение представляло из себя спиралисточек. Позже ученые установили, что находке около 30 тысяч лет. А в 1984 году в горах Ингушетии был обнаружен тайник жреца. Кроме посоха и других вещей, там была еще табличка из платины с таким же точным узором, как на бивне мамонта. Что это? Почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах, найденных в совершенно разных местах? Изотерики предположили, что предназначение таинственных спиралей не что иное, как послание. Но как расшифровать его? Ни один из специалистов в области криптографии не смог этого сделать. И тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций. И вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки. Мы прилетели с пятой планеты на третью. Скорость 32 километра в секунду. Если таблички около 30 тысяч лет, значит и гости у нас появились тогда же. То есть сразу после потопа. Следовательно... Это событие произошло в 1995 году на знаменитой Кольской сверхглубокой скважине. Ее начали бурить в мае 1970-го для изучения внутреннего строения планеты. Тогда о том, что творится на большой глубине, ученый мир имел весьма смутное представление. Постепенно проникая в недра Земли, исследователи делали совершенно потрясающее открытие. На глубине трех километров была обнаружена порода по своему составу, идентичная лунному грунту. Когда бур дошел до отметки 9,5 километров, ученые наткнулись на настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Настоящий оливиновый слой, гениально предсказанный писателем. И вот в апреле 1995-го, когда керн буровой установки достиг глубины 12 километров, инженеры решили спустить в скважину специальный микрофон для фиксации звуков движения литосферных плит. Но то, что услышали ученые, повергло их в шок. Из глубины донесся человеческий голос, причем не один. Это были крики из тонны миллионов людей. Это были звуки из преисподней, которых никто объяснить не смог. С тех пор появилась еще одна тайна. Тайна шума Земли. Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце 70-х годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и также неожиданно исчезающие непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие. Но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. На какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные и пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011, в конце 2012 и в начале 2013 его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность – он вызывает беспричинную панику у людей. Он – это так называемый стон или гул Земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка? Звук акустика галлюцов Самая масштабная серия таких шумов прокатилась... по планете с 8 по 11 января 2012 года. Эти четыре дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио- и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь это слышать и видеть, потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах она шумит очень слабо, и нужны специальные приборы, чтобы услышать вот это, или там записать вот этот звук. Средства массовой информации уверяли, до сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таус в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название «таосский шум». Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон Земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно. И называется он звуковой аномалией. И еще. Все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушный. Он ни на что не похож. От него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно с первых аккордов вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде, вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. Я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что, может, что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной. И буквально даже не знаешь, что делать в этот момент. Особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается, и не заканчивается. То есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно. Думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба Шафар, от пронзительных аккордов которой пал когда-то Ерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием «Рагнарёк» объявит золотой рог Гьялархорну. Стон планеты, безусловно, напоминает и его. В Киеве, где Земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих Судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземную эстону тем, что в её недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в луна Земли. Если верить мифологии, мучились не только они. От них стонала и сама планета. Какую бы мифологию мы ни взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, тёмный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению учёных, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идёт такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. То есть она находилась в каком-то напряжённом состоянии. И малейшее её движение происходит как бы трение между ними, выражающий вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. До ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяжённости, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение. То есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули учёные из Новосибирского академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьёзные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного Атлантического побережья Америки протянуто более десятка линий энергоёмких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединённых Штатов составляет 60 Герц, а она соответствует частоте естественных литосферных токеров. Причина в том, что 60 Герц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных ионосферных токов, они называются токами ваналов, и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город – Новый Орлеан. По мнению сибирского ученого, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоемкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. Произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты, суши от тех событий электрических, которые происходят на поверхности океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток. Если верить опять же все тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Канандоли есть повесть под названием «Когда Земля вскрикнула». Герой истории, профессор Челленджер, решает узнать, жива ли Земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В этом повествовании фантастичен только финал. В остальном ученые геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая. И она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов, Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующего с другими живыми организмами, другими планетами и с центральным нашим светилом, с солнцем. Мы живем своими ритмами биологическими, физиологическими психологическими. Точно так же живет и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать ее голоса ученые научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плитры. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. После Алтайского землетрясения 2003 года мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции Октаж. За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, едет под нарастающим. Шумит сильнее, сильнее, сильнее. Потом трах, произошло землетрясение. На самом деле в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда. Но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность, практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики Земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал аж за три года. Землетрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение, не менее сокрушительное. Причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждая порода шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясения невозможны в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию, и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана, или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе, и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 Гц – это нижний предел человеческого уха. Но некоторые слышат и 20 Гц, и 10 Гц. Говорят, бах, слушал, вообще там черт что, очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, подавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других – даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления – ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий, загадочный гул связан со сменой магнитных полюсов, которая происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, ну, значит, он хорошо, как говорят, моделируется. Вот школьный магнит – север и юг. И вдруг вот по непонятным причинам северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса – это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. И черта многих СМИ – это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. Значит, звуки апокалипсиса реально существуют. Возможно, что эти звуки – есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. Планета все время говорит о том, что с ней происходит. Вот вы знаете, что такое стетоскоп. Врач пришел и прослушивает ваше сердце, легкие и так далее. Так же и Земля говорит о том, что у нее какие-то болезни, как где она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звуку планеты единственно верное объяснение. По крайней мере, пока. Возможно, стон Земли – это скрытый код, разгадка которого – жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. Стояла осень 1977 года. Ленинград почти опустел от сезонных туристов, но указ в агентствах по продаже железнодорожных и авиабилетов, как и летом, выстраивались длинные очереди. В одном из таких пунктов на канале Грибоедова к окошечку наклонился очередной покупатель и попросил один билет на архангельский поезд до города Мирной. Кассирша ответила, что такой станции нет. Покупатель начал возражать. Мол, как это нет? У него сын там служит. Ракеты в космос запускает. Затем потенциальный пассажир достал из кармана конверт и потряс им перед окошком. Обратный адрес – Архангельская область, город Мирной. Кассирша настаивала, что такого просто не может быть. А стоящие в очереди люди начали в недоумении пожимать плечами. Через несколько минут в пункт продажи билетов вошли двое мужчин в одинаковых темно-серых костюмах. Они взяли от пристававшего к кассиру человека под руки, вывели на улицу, посадили в автомобиль «Волга». После чего машина буквально сорвалась с места и скрылась за поворотом. Неожиданная развязка спора у кассы взбудоражила очередь, где еще долго судачили о некоем таинственном северном городе, откуда запускают в космос ракеты. 17 марта 1966 года жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Очевидцы описывали увиденное по-разному, но, несмотря на расхождение в деталях, общая картина небесного происшествия в рассказах людей имела схожие черты. Разрезая тучи, вверх поднималось нечто большое и яркое, а потом от этого нечто отделился кусок, который резко пошел на снижение. Наиболее зоркие разглядели даже сноп огня, исходящее от неопознанного летающего объекта. Некоторые очевидцы отправились в сельсоветы и районное отделение милиции, чтобы заявить о странном происшествии. Там только развели руками, но решили позвонить в областной центр на всякий случай. В Архангельске сообщение об НЛО назвали бредом и посчитали свидетельство местных жителей массовым проявлением галлюцинации и мерячения, то есть странного психосоматического заболевания, присущего для данного региона Русского Севера. Здесь испокон веков происходило много загадочного и непонятного. При этом в некоторых глухих уголках до сих пор бытуют традиции шаманизма. А исследователи уже много лет безуспешно пытаются приподнять завесу тайны над древней историей края. Это место, оно, в общем, такое в некотором смысле сакральное, потому что находится рядом с территорией или на территории, где когда-то население Гипербореи переходило на нынешний, вот, так сказать, материк. Это территория нашей далекой-далекой прародины, очень далекой. Здесь очень много необычных, с одной стороны, геологических структур, а с другой стороны, останков, ну, каких-то, как мы называем, языческих памятников. Там курганы, которые, как оказывается, пирамиды, спирали, как оказывается, так сказать, для исполнения различных мистических обрядов с целью, там, какой-то, так сказать, да, подземной коммуникации, пещеры. Нельзя сказать, что местных жителей устроили объяснение чиновников из областного центра. Тем более, что увиденное 17 марта 1966 года необычное явление в небе не оказалось единственным. Что-то похожее происходило и раньше, а такое, совсем яркое и громкое, смутило всех окончательно. При этом у многих очевидцев уже не было никакого сомнения в том, что эти объекты – искусственного происхождения. Только какого? Земного или инопланетного? А тут еще стали поступать похожие сигналы совсем из других мест и от людей, которых нельзя обвинить в отсутствии здравого смысла, хотя бы в силу их профессиональной подготовки. Полгода спустя о загадочном видении в небе сообщил пилот пассажирского самолета компании «Аэрофлот», когда борт готовился к посадке в подмосковном аэропорту Шереметьево. При докладе на разборе полета летчик доложил. В 23.45 по московскому времени при заходе на взлетно-посадочную полосу наблюдали необычное явление. Огненная точка поднялась над горизонтом. Некоторое время летела параллельно нашему курсу, затем резко ушла вверх. В тот же день и точно в такое же время странное явление в ночном небе наблюдали ученые-физики, которые находились на рыбалке в Шатуре. Это тоже Московская область. Около полуночи, как они описывают события, на северо-востоке над горизонтом двигалось что-то необычное. Из светящейся точки исходило пламя. Представить себе, что это летающая тарелка, физикам было невдомерк. Явление напоминало пуск космической ракеты. Но увидеть такое в Подмосковье невозможно. Единственный космодром в Советском Союзе находился в Байконуре, а это Казахстан, Средняя Азия и до Москвы более 2,5 тысяч километров. Само собой разумеется, что точно такое же явление, но только совсем рядом, практически над головами, было замечено и жителями центральных районов Архангельской области. И они вновь стали обращаться к местным властям, заявляя о своем беспокойстве по этому поводу. Тем более, что случаи очень похожи и на какие-то эксперименты и, по всей видимости, связанные с чем-то космическим, стали происходить все чаще и чаще. Условно, во времена Леонида Ильича Брежнева, конечно, позже, чем 50-е годы. Но просто вот количество таких сообщений настолько возросло, что пришлось представителю специальных органов этим реально, конкретно заниматься. Возглавить определенную группу аналитическую, которая, значит, вот сверяла и имела право получать информацию и о пусках, и вот анализировать некие свидетельства. Безусловно, компетентные органы серьезно забеспокоились появившимися слухами о неких загадочных объектах в небе. Заставить молчать случайных очевидцев было чрезвычайно трудно. Если где-то на севере начал функционировать некий таинственный космодром, то над режимом его секретности могла нависнуть серьезная опасность. И основной источник такой опасности – те самые распространяемые очевидцами рассказы о необычных явлениях в небе. Не зря в годы Холодной войны очень популярной была поговорка «Болтун – находка для шпиона». Известно, что спецслужбы зарубежных государств целенаправленно собирали и анализировали самые разнообразные слухи, проявляя особый интерес к сообщениям о загадочных и таинственных происшествиях в российской глубинке. Например, к ярким вспышкам над горизонтом, сопровождаемым жутким грохотом, к стремительным перемещениям в небе странных объектов, необъяснимым атмосферным аномалиям. Неподготовленный человек однозначно воспринимает это как нечто необычное. Естественно, об этом стремится рассказать. И вот эта информация распространяется в виде слухов, причем приукрашается все время, приукрашивается, обрастает какими-то подробностями. К этим неподготовленным людям, как ни странно, относятся и летчики гражданской авиации, и даже боевые летчики, которые просто по своим, так сказать, инструкциям не посвящены в дела, там, это космодрома. Это продолжалось, кстати говоря, и в 80-х годах, и в 90-х даже. Интересно, что когда создавался первый в Советском Союзе и мире космодром Байконур, для того, чтобы ввести в заблуждение иностранную разведку, одновременно с настоящим объектом начали возводить ложный. Место для фиктивного космодрома выбрали рядом с горным хребтом Алатау. Туда в 50-х годах прошлого столетия завезли доски и бревна, и из них стали строить макеты стартовых устройств. Иностранные спецслужбы быстро сообразили, в чем дело, и интерес к деревянному космодрому потеряли. Несмотря на это, объект считался секретным и строго охранялся до начала 70-х годов. Настоящий же Байконур еще долго был надежно сокрыт от глаз шпионов. Городок, где жил обслуживающий персонал космодрома, находился примерно в километре от железной дороги. Но о нем даже не подозревали пассажиры, проносящихся мимо поездов. Расписание было составлено так, чтобы все составы проходили ночью. При этом жителям города было категорически запрещено зажигать в квартирах свет в темное время суток. Такой режим секретности создавался нашими спецслужбами неспроста. До того, как Байконур стал космическим портом, там была развернута первая в стране дивизия межконтинентальных баллистических ракет Р-7 с ядерными боеколовками. Сначала шли интенсивные испытания, а потом ракеты поставили на боевое дежурство. За данные о месте базирования дивизии, рискуя всем, чем только можно, охотилась иностранная и прежде всего американская разведка. Однако все шпионские страсти так же быстро потухли, как и разгорелись. Эти все страсти, они начались тогда, когда запуски на Байконуре практически три года уже как не велись. То есть все изделия Р-7, наши ракеты королевские, они уже в количестве достаточно большого, несколько тысяч штук уже были отстреляны к тому времени. И в 60-м году, когда знаменитый полет Пауэрс состоялся, и Хрущеву на Красной площади об этом, на трибуне Мозолея об этом доложили, то Пауэрсу, честно говоря, уже там нечего было смотреть и высматривать точнее, потому что все уже в Байконуре боевое было отстрелено. Байконур становился гражданским объектом. Интересный факт. Дивизия межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Байконуре в один момент была свернута и исчезла. Когда это произошло? Есть только догадки. Еще большей тайной оказалось место новой дислокации. Аналитики Центрального разведывательного управления США оказались в полной растерянности. Не было никаких намеков даже хоть на какую-то территорию. А ракеты тем временем уже стояли на боевом дежурстве. Но где? За три года до провокационного полета американского самолета-шпиона над Казахстаном и Уралом, а точнее в январе 1957 года, вышло совершенно секретное постановление Совета Министров СССР. Речь шла о создании специальной базы для первого в нашей стране соединения боевых межконтинентальных баллистических ракет. При этом Байконур рассматривался только как испытательный полигон, а не постоянное место дислокации. Главной же боевой площадкой для дивизии ракетчиков был выбран глухой северный район Архангельской области вдоль берегов реки Ямца, недалеко от железнодорожной станции Плесевск. Значит, чтобы найти такую гигантскую площадку, надо просчитать экономически. Это подвоз всего. От топлива до людей. Подвоз продуктов, подвоз какой-то техники. Поэтому это очень сложно. Это кажется, что у нас необъятные просторы, а вот просто вот выбрали. Не просто выбрали. Это в течение трех или четырех лет выбирали это место. Место для будущего стратегического объекта действительно выбирали с особой тщательностью. Скальные грунты, высокие обрывистые берега реки Ямца позволяли существенно снизить объем земляных работ и, следовательно, сократить сроки строительства. Выбранная площадка отвечала всем требованиям военных. В частности, густая непроходимая тайга и многочисленные озера, болотные топи и низкая облачность в этом северном крае облегчала маскировку данного объекта, стратегически важного для обороны всей страны. Еще один интересный момент. В выборе северного края для обустройства здесь сверхсекретной ракетной базы присутствовала немаловажная тактическая хитрость. Она касалась зоны проведения испытательных полетов. Для того, чтобы испытания держать в полной тайне, важно, чтобы никакие радиометрические и телеметрические комплексы потенциального противника не смогли засечь не только пуск, но и траекторию полета ракеты. По этому поводу военные провели самые тщательные математические расчеты. Весь полет боевых блоков, там, допустим, экспериментальные какие-то, головные части, там, ступени последние, они где-то в районе Камчатки приземляются. И по дороге, если даже они собьют с курса, или если дальность, так сказать, меньше, это, в общем, такие труднопроходимые места, где особо свидетелей-то и нет. Он так специально был построен. Хотя, с точки зрения, между прочим, энергетики, вот если говорить о космических запусках, он не выгоден. Чем ближе к экватору, тем, так сказать, энергии требуется меньше для вывода там на орбиту чего-то. Новый сверхсекретный ракетный объект в Архангельской области получил шифр «Ангара». Это тоже своеобразная маскировка. Кстати, степной Байконур также имел свое зашифрованное название – «Тайга». Если происходила утечка информации об этих объектах, то такие, образно говоря, неправильные топонимические названия просто сбивали с толку иностранные спецслужбы. Наступил 1959 год. Приблизительно тот период времени, когда первый дивизион баллистических ракет с ядерной начинкой, мог неожиданно исчезнуть с космодрома Байконур. Значит ли это, что он в режиме строжайшей тайны переброшен на только что построенный объект «Ангара»? Примерно в то же время жители нескольких центральных районов Архангельской области начинают наблюдать странные явления в небе. Некоторые принимают их с испугу за кары Господня, а наиболее продвинутые – за инопланетные объекты. Есть предположение, что печально знаменитая группа туристов Дятлова, которая отправилась в поход по Северному Уралу, также столкнулась с этим странным явлением. Вполне вероятно, что люди погибли из-за того, что стали свидетелями упавшей на их палаточный лагерь части секретной ракеты, запущенной из Архангельской области. Роковым для группы туристов Дятлова из Свердловского политеха, которые там оказались, и которые, в общем-то, видимо, скорее всего, пали жертвой некой зачистки, которую проводили советские соответствующие органы по месту падения вот этих обломков. Действительно, чтобы сохранить в тайне деятельность важнейшего стратегического объекта, компетентные органы вполне могли идти на крайние меры. Однако версия о том, что группа туристов, на которых свалилось что-то очень секретное, могла стать жертвой зачистки какого-то спецназа, подтверждений не имеет. Кстати, о том, что соединение межконтинентальных ядерных ракет Р-7 находилось на боевом дежурстве в Архангельской тайге, заговорили в открытую только в 90-х годах. А до этого для граждан СССР сенсационным откровением стала публикация научного обозревателя главной партийной газеты страны «Правда» Владимира Губарева. Статья с названием «Место старта Плесецк» была напечатана 20 июня 1983 года и рассказывала о суровых буднях удивительного и никому неизвестного ранее северного космического порта страны. При этом засекреченный космодром уже 20 лет, как запускал на орбиту Земли спутники, в основном военного назначения. Интересно, что до появления этого газетного материала даже жители Архангельской области не подозревали, что у нас в стране существует другой космодром, кроме ранее раскрытого Байконура. У нас секретилось практически все, это была добрая традиция со времен еще, ну, даже не Сталина, а даже еще со времен Владимира Ленина. То есть тогда уже все это закручивались гайки и становилась секретным практически половина Советского Союза. Однако вернемся к 17 марту 1966 года, когда жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Это явление отличалось от других, которые очевидцы наблюдали до этого. Яркий объект поднимался вертикально вверх, а не шел по наклонной траектории, при этом четко был виден огненный хвост. Что на самом деле это было, знали только люди, обслуживающие полигон Ангара и руководство страны. С объекта под Плесецком был запущен первый орбитальный спутник военного назначения. Режим секретности соблюдался безупречно, поэтому старт и вывод космического аппарата на геостационарную орбиту Земли никто не засек. А значит, место нового северного космодрома осталось нераскрытым. Военные были уверены в этом на все 100%. Но в строго соблюдаемый режим тайны вокруг загадочного северного космодрома в Архангельской области внезапно вмешался случай. Пуск секретной ракеты в космос состоялся в 13 часов 28 минут по московскому времени. По Гринвичу это 11 часов 28 минут. Именно в это время в небольшом английском городке Катеринг преподаватель физики в местной гимназии по имени Джеффри Перри сидел у самодельной радиоаппаратуры и ловил сигналы из космоса. Это было его любимым занятием. Многие радиолюбители в эпоху начала освоения околоземной орбиты с азартом следили за стартами космических аппаратов и даже пытались перехватывать переговоры космонавтов с центрами управления полетами. То есть возникали вот такие вот частные какие-то домашние кружки, объединения некоторых вот людей, помешанных, например, на радиоигре, на радиосвязях каких-то, вообще на радиоприемниках. То есть то, что у нас прошло по линии Досаафа, Савиахима где-то в начале 30-х, в конце 30-х и в 40-х, и дальше уже в 50-х годах, почему-то вот, можно сказать, что от нас, потому что мы были инициаторами этого по времени, перенеслось в Западную Европу. У Перри уже был достаточный опыт в слежении за космическими стартами. Он умел с большой долей точности определять, откуда был произведен пуск. Учитель Кеттерингской гимназии просто фиксировал радиосигналы, отраженные от космического аппарата, и по ним вычислял траекторию. 17 марта 1966 года Джеффри Перри сел к своей радиоаппаратуре безо всякой надежды обнаружить что-то необычное. Просто дежурное включение. И вдруг он начинает слышать сигнал. Опытного радиолюбителя провести было невозможно. Сигнал издавал спутник, которого раньше на орбите не было. Когда Перри стал вычислять траекторию полета, то пришел в недоумение. Космический аппарат не был запущен с уже широко известного космодрома Байконур в Казахстане. 14 октября того же 1966 года учитель физики обнаружил на орбите еще один новый спутник с несвойственным для старта в Байконуре наклоном орбиты. Далее нехитрый анализ позволил Перри вычислить точное расположение загадочного космодрома к югу от Архангельска. Таким образом, эта информация попала совершенно случайно, минуя какие бы то ни было разведывательные инстанции, попала, например, в журнал Flight International, который, естественно, распространялся по всему свету. И ошарашенные американцы увидели там статью о том, что какие-то странные объекты запускаются у нас с северо-запада Советского Союза. Получается, что секрет таинственного объекта Ангара под Плесецком ни одна из иностранных разведок так и не смогла раскрыть. И если бы не случай с радиолюбителем из Англии, то тайна советского северного космодрома еще долго была бы за семью печатями. В нашей стране про Плесецк вообще узнали только спустя четверть века после того, как в далекой Архангельской тайге начали строить ракетный старт. Да и сейчас, когда все события, связанные с космосом, достаточно подробно освещаются средствами массовой информации, наш северный космодром продолжает считаться одним из самых загадочных военных объектов на Земле. Продолжение следует...